Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У меня сегодня есть свиные ребрышки, у меня есть квашеная капуста, картошка, лук, морковь и есть горшочки. Вы уже догадываетесь, что вас ждет? Правильно, вас ждет вкуснямба в горшочках. Поехали. Начинать надо с обжарки ребрышек. Если их слегка подрумянить на подсолнечном масле, то результат будет просто страшно сшибательный. Надо порционно нарезать сразу. Ну и пока этот процесс идет, займусь картошкой. Чтобы блюдо совсем уж едокам крышу снесло, в каждый горшочек положу по кусочку сливочного масла. Когда процесс запекания начнется, оно растает и всплывет вверх, по дороге смазывая каждый кусочек картошки. Это будет бомбически вкусно. Картошку нужно положить в каждый горшок примерно до половины объема. И совсем немного соли. Солю главное не переборщить. Я же еще и квашеную капусту буду использовать. А вообще, картошка в сочетании с сливочным маслом – это просто песня. Но еще мне понадобится лук. Так, что тут с ребрышками? Ну просто красота! Теперь залить кипятком так, чтобы картошку покрыть. На сковут отправляется лук. Все. Можно прорить в духовку на 40-50 минут. Включаю верхний и нижний на 200 градусов. Процесс пошел. Лук обжаривается. Начише морковки. Пусть вместе обжариваются. Теперь насчет капусты. Если она у вас очень кислая, как у меня, то можно ее промыть слегка. Если она очень-очень-очень кислая, то можно наполовину свежей разбавить. Тоже будет вкусно. Короче, сами сообразите. Пора добавлять. Тмины сюда, черного душистого перца и лавровый лист. И все это хорошенько обжарить. Периодически помешивая, естественно. Процесс не быстрый, но к тому времени, когда картошка с ребрышками в духовке дойдет и капуста будет в полном порядке. Смотрите, как выглядит. Она карамелизовалась. Видите? То есть это не сгоревшая. Видите, она как карамель коричневая. Капуста в отличном состоянии. Самое время пробовать. Отлично. Лук и морковь дарят сладость. Капуста отлично обжарилась, протушилась. Кстати, если сладости недостаточно, используйте сахар. Теперь капусту можно в горшочки отправить. Картошка с ребрышками уже полностью готова, так что кислота ей не повредит. А вот если сразу кислую капусту к картошке добавлять, то она как стекло будет. Замучайтесь ждать, пока она запечется. Один горшочек у меня сегодня вегетарианский по запросу. Еще минут 20 в духовке на тех же режимах, потом нагрев выключаю и оставляю в остывающей духовке минут на 30-40. И после этого можно садиться за столб. Под такой закусон, как говорится, укради, но выпей. Сначала со свининки. Видите, кусочек? Он слегка поджаренный сначала, а потом на пару приготовленный. Ароматный просто фантастика. Нежнейшее. Просто нежнейшее блюдо. Так, ну и картошка с капустой. Квашеная капуста, таким макаром обжаренная, дает совершенно потрясающий эффект. Она кислая. За счет обжарки, за счет сахаров, которые содержатся в луке и моркови, она становится сладкой. Причем не просто сладкой, а карамельно сладкой. Вот кисло-сладкий вкус вот этот просто фантастический. Обожаю. Очень классное блюдо. И очень сочное. Потому что картошку надоливаем кипяточку. А если есть бульон, то с бульоном будет еще лучше. Тушим. Получается тушеная картошка. Нежная, рассыпающаяся. С кисло-сладкой капустой карамельной. С классной свининкой. Ну, просто супер. И очень просто. Додать буду за кадром. А то оператор нервно бьет копытом. Тоже хочет есть. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok